Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум в Стайфуде. И моя такая рубрика, моя рубрика Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум в Стайфуде. Я вас слушаю. Вы также можете стать спонсором моих программ, моей творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли. И перечислить деньги на мою кредитную карту Бэнков Тинькофф. Так что вот, если мне что-то хотите сказать, если вы хотите молчать, то прослушайте следующую информацию. Моя страница ВКонтакте Татьяна Салмановна через дефис Мактум Сайфуде через дефис. Это пишется на русском языке. Так что вот, всего вам великолепного. Вы молчите, а это значит, вы прослушали мою информацию, вам сказать нечего. Так что вот, мужчина, который хотел мне подарить Ишака, так что вот, ну он молчит, понимаете, там мужчина хотел подарить Ишака, звонит и молчит. И в общем, ну вы поняли, да? Ах, и такая оргазмическая. Ах, ну да. Кстати, мой телефон, моей творческой студии, можете посмотреть на моей странице ВКонтакте, которую я уже сказала. Что-то приготовила тебе такие за ланчи обед-бранчи. Ах, эти макарошки с твоим мясом. Ммм, свежий огурчик. Ах, эти волшебные соусы. Просто сейчас. Сейчас. Я сейчас это видео, которое я сняла недавно, только что загружаю на мой странице ВКонтакте. А, на мой канал Ютуба загружаю. И посмотрела, что там немножко... Ну, в общем, сейчас я вам объясню. Сейчас я объясню, принесу, принесу мой обед, как в Парижах. Вам все расскажу. Ох, я такая. Походочка от бедра. Какая просто. Ох, мисс Вселенная. Я уже иду. Дорогие друзья. Ох, эти Парижи. Ох, это будут сейчас ланчи, бранчи. Пять часов вечера эти бранчи. Ох, это терапевтический Париж. Париж, Париж. Сейчас я вам еще принесу золотые чашечки, водички, свежий. Ох, рожди меня, а я вернусь. Ох, это будет. Ох, это будет. А я уже иду, дорогие друзья, ресторан красоты, ла-кафе де бьюти. Ах, это Париж и Париж, ах, это Шанс-Лизе, ах, это Санкт-Петербург, Раши. У нас в Петербурге не хуже, чем в Парижах. Может, Татьяна Салмановна хочет сказать Париж и Париж, ах, это Эрмитаж, ах, это Стрелка Васильевского острова, ах, это Центр. Так что вот, спросите у Татьяны Салмановны. Татьяна Салмановна была и в Эрмитажах много раз, а также Татьяна Салмановна была много раз. Такая просто суперкрасотка. Пять раз по Париже я была, вот, и была в Лувре. Ну, нужно накинуть, конечно, вы поняли, да? Так прохладненькая я сняла, вот, 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 вот здесь как-то она более красиво смотрится, вот, что я хотела сказать. Я просто посмотрела это видео, которое сейчас я загружала, как дизайнер, немножко, вы знаете, я вот как-то вот сделал, а нужно было летящее, платье должно было летящее. Здесь надо что-то накинуть, потому что, в принципе, знаете, не лето красное, а завтра уже школьники пойдут в школу. Так что, волчья, я здесь взломала, в общем, такой накид, эротическое, так что вот. Вид на улицу, смотрите, какое солнышко, шикарнейшая, шикарнейшая погода. Так что, я накинула, что здесь так ладно, плохо. Так что, я накинула, хорошо. Ну что, в шубу, в шубу накинула. Или, вот это там, кожаную кусочку. В общем, приготовила себе макарошки. Макарошки с соевым мясом. Еще здесь капустка вареная, огурчик, кетчуп, рапсовое масло, немножко сольки. Горчица. Дышу свежим воздухом. Сейчас я утеплила, всю курточку кожаную надела. Сейчас буду кушать. И будем с вами шептаться. Ну, хоть и консалманы такие, просто эксклюзивные. Сапожки. Сапожки. О чем я вам там обещала? Пошептаться. Ну да, это карта сокровищ. Про мои пояски, про чемоданы, про карту сокровищ. Ну, в общем, мужчина, я вообще заснимала себе на видео и поняла, что этот телефон звонит и молчит, в общем, они звонят и молчат. Какая-то энергетика там явно не та, поскольку я посмотрела, как я вближу сейчас на моей видеокамере. Так что не рассчитывайте, что я буду подходить к телефону мужчина с этим номером на 10, а то он звонят и молчат. Звонят и молчат. Какие-то смс. А, кстати, у меня очень много там однажды ночью все смсы присылал. Зачем вы мне присылаете ночью смс и ночью звоните? Зачем вы беспокоитесь? Так что вот. Также вы звоните днем и молчите. С какой целью? С какой целью вы звоните? Так что вот. Вы хулиганите? Хулиганный телефонный терроризм? Давайте к позитивчику. В карте желаний, сокровищ. К моему ланчи-бранчи. Размешаем. В общем, как-то там я встала, что там рассказывала. Или все-таки эти путешествия, дорогие отели. Ах, немножко макарошка улетела. Немножко макарошка. Ну, там это надо будет птичек покормить. Макарошка. Такая макарошка. Такая макарошка. Такая макарошка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если вы занимаетесь творчеством, проводите много времени дома, показываю вам, если у вас есть балкон, можно приготовить еду, поставить столик, гулять, наслаждаться, дышать свежим воздухом, кушать обед, завтрак, ужин. Так что вот, совместить приятное с полезным, подышать воздухом, творческие идеи, подумать о творчестве. Так что все? Субтитры сделал DimaTorzok Пишу сценарий для фильмов. Добавил DimaTorzok Так что если вы хотите стать спонсором моего видео, то вы можете сделать это видео. Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вы можете позвонить мне по моему телефону и сказать об этом лично. Так что вот, ну, мою карту, кто-то хочет в один комната, мою карту Bank of Tinkoff я публикую, ну, не в каждом брендировании, но вы смотрите там, на моей странице ВКонтакте и на каналах Ютуба. Вообще, это очень просто. Подходите в МТС, что делаю я? Я оплачиваю, у меня на этой карте минус 7200 рублей. Каждый месяц я оплачиваю по 600 рублей платежа. Минимальный платеж 600 рублей в месяц. Я подхожу к терминалу в Пяти озерах, там, где МТС. Вот. Набираю, смотрю, Bank of Tinkoff, такая штучка, Bank of Tinkoff, прям в МТСе, терминал. Вот. Открывается Bank of Tinkoff и спрашиваю, по номеру договора или по карте выносить платеж? Вы набираете по номеру карты. Набираете номер карты, потом далее и вносите какую-то сумму, которую вы хотите положить на мой номер, на мою карту. Так что вот, все очень просто. Так что вот такие вот дела. И мне сразу приходит электронное оповещение на мой телефон, на этот номер. Я просто подумала, что это как-то очень просто. Кто ходит стать спонсором, это легко сделать. Я, конечно, не знаю, какие объемы принимает, потому что я там оплачиваю по 600 рублей, по 1000. Я вот думаю, можно туда положить 10 миллионов долларов. Это я не знаю. Очень большой был, такое солнце было. Солнце я заснимала мое видео, кушала, мой такой поздний завтрак, в общем. И он не совсем, знаете, вот сделала, как говорится, как дизайнер, и потом посмотрела, ну, видел, что? Что у меня платье шикарное, все такое шикарное, такое VIP. Просто надо было расстегнуть, немножко другую курточку надеть. Но это намного лучше, чем я бы в спортивном костюме была. А все, хотела в спортивном костюме, одеться, покушать, позавтракать. Просто я заснимаю себя моим ноутбуком. Сейчас вот солнце, оно зашло туда. Сейчас мне видна полностью картинка, как я получаю. Вот. Солнце, оно зашло туда. Немножко посолить надо. Немножко не засолила я. Такие ингредиенты, как соль, рапсовое масло, и вообще там... А, немножко здесь виноградного украса, такое, по вкусу. Я все это по вкусу добавляю. Такие ингредиенты, как я здесь танцевал. Я не знаю, что я сейчасつкал. Я иду. Я иду. Я иду. Я иду. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите из рапсового масла и вернусь. Продолжение следует... 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 вы никогда не задумывались что знаете есть такие волшебные так немножко волшебства того гарри поттер отдыхает тонкого волшебного пригласить свой дом шикарный особняк чтобы и дом стал волшебным но если это возможно в смысле чтоб дом стал волшебным но пригласить всего один раз знаете как это по типу сначала деньги потом стулья или сначала стулья потом деньги кто же вам потом деньги заплатить так что значит они должны деньги я правильно понимаю иначе этот хуяк который они будут долго слушать по радио маяк а то взыщет с процентами пришлют такой счет волшебный прямо на выключенный компьютер а это как у нас или правдина все восхищается дональдом трампом миллиардером дональдом трампом его книжками книга это вы чувствуете две больших разницы одно дело быть дональдом трампом иметь такую империю что у него там те отели дома в общем что дам ну грубо сказать одно дело мечтать быть президентом а другое дело быть президентом ну прошедшим или нынешним так что ровно есть же большая разница кто-то может быть хотел мечтал а дональд трамп вот так вот создал свою такую империю и был американским президентом а кто-то возможно долго мечтал но ничего не создал и не был президентом вы чувствуете разницу между этими двумя вообще вот этими ситуациями жизнью так что вот или вы не чувствуете разницу вы разницу чувствуете одно дело мечтать быть великой актрисой другое дело быть софи лорен сниматься в кассовых фильмах получают шикарные гонорары имеется популярность восторженные взгляды поклонников почитателей там ну понимаете одно дело вы может быть всю жизнь мечтали быть софи лорен и приходите в какой-то кафе или ресторан в ресторан а другое дело вы понимаете быть софи лорен хотя знаете конечно много лет но понимаете даже гранд отель европа сообщат что там это приезжает софи лорен и хочет посетить понимаете там какой-то там шикарный ресторан ресторан уже почти закрывается вы что думаете ресторан закроют как сказала хакамада уже даже закрытые двери они открываются чтобы просто посмотреть вообще вот это вот на софи лорен когда ты ее увидишь если она решила посетить какой-то ресторан вы чувствуете разницу? между нами девочка в общем смотрю сериал между нами девочками там в этом сериале в начале этого сериала я загружала эти серии там вот у Раиду Степановну уволили в связи с пенсионным господом уволили ее из филармонии она там 40 лет отработала в филармонии с певицей, романцем а ей предложили что ее просто уволили а потом предложили работать или билетершей или уборщицей так что вот так вот чтобы знаете 40 лет отработать вот этой певицей знаете романцев и не оказаться на пенсии чтобы работать или уборщицей или билетершей так что вот и жить как Софи Лорен надо иметь такие гонорары как Софи Лорен и жить во дворцах так что ладно как ей сказал директор филармонии что скандалит она не по рангу что она не так знаменита он ей сказал что она скандалит высказывает свое недовольство не по рангу у нее недостаточно известности и популярности так скандалит ну в общем так он ее обидел на что начальник отдела кадр военно-мужской мужчина военный танкист начальник филармонии так вот говорит ну да в общем как вы считаете что об этом думают танкисты как же он сказал за это бы морду начистили танкисты так что вот вот тот понял что ей а он и сказал что не ей а вам за такое хамское отношение к женщине будет että по его в описании с этим за кадром вы выиграли как я выиграл и подняться что не заставлять в этом смысле это да В общем, живу здесь 30 лет, в этой квартире, моя собственность. Это была Александра и Татьяна Юрьевна, 46 лет. Ну что, продолжим. А, я стала про итальянца рассказывать. Да, итальянц подарил мне купальник, раздельный, трусики и верх. Ну, розовый, не совсем такой, не совсем розовый цвет. Вернее, тот купальник был на коричневом, с другой стороны розовый, оттенок розового бывает разный. Ну, в общем, розовый, ярко розовый. Я заселилась в отеле на первую линию, три звезды. Так что вот. Это было риммини, да? Риммини, да? Риммини, да? Рjos. Риммель, да-рель. Их Π spoiled生活. Н mean cá, это что ли я? И, кстати, в моё день рождения, 20 июня, мы с ним отмечали моё день рождения в Венеции, чтобы на гондоле, плавали на гондоле, представляете, в день рождения, в день рождения отмечать в Венеции, плавать на гондоле, с таким гондольером, кстати, прическа у меня была почти такая же, немножко челочка была, как сейчас, немножко покороче волосы, ну, в рыжину были, у меня волосы были в рыжину, блонд в рыжину, супер-блонд в рыжину, так что, вот, просто ВИП, от ВИП парикмахера Марины Кочкиной. И всё, вот. ВИП парикмахера ВИП ВИП. Продолжение следует... Продолжение следует... Так что вам не обязательно перечислять, если вы хотите стать спонсором Айдвордской студии позитивного мышления, силы позитивной мысли. Вы можете мне просто позвонить по телефону и сказать, что вы хотите мне привезти деньги, например, в конверте. Продолжение следует... Кто неизвестно, кто может приехать, неизвестно что, передать в конверте. Так что лучше, конечно, нет. Продолжение следует... Продолжение следует... У меня вторая половина дня, уже вечер. В Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Раша. Кто обратил внимание, Татьяна Салмановна завтра к ланчу плавно перешел, когда стала загружать уже это видео, сварила макарошки, соевым мясом, сделала себе вот такой обед, такой обед, как в Париже. На ужин я буду себе жарить цукини, вот, там, с мукой, я сделаю, знаете, цукини, режу цукини, жарю с мукой, я буду сковородочку помыть, там все помыть, у меня там все грязная посуда. А, может быть, картошку свою, я сварю картошечку. Картошечку уже новый урожай. И здесь можно прям с кожурой, очень полезно, говорят. Он и десерт. Персики с конфетками, лимончики-неугомончики, и сырок картошек. Ах, ну да. Мира, не беги. Ну, только, наверное, ужин я не буду показывать, я, знаете, сколько... Где-то просто гуляю, решила, ну, открыла, надышу свежий воздухом, гуляю, я со мной снимаю мою творческую студию позитивного мышления, ресторан, выкафеда Бьюти. Я подумала, будет настроен, я все отдыхаю. Самое главное, знаете, вот это вот, отдохнуть, насладиться собой, природой, погодой, свежим воздухом. Будет желание, думаю, книжечку почитать, мы в библиотеке, в творческой студии. Взять им на мышление, смежные науки. Или так, о чем-нибудь, о чем-нибудь пошепчемся. Взять им на мышление. А потому что заснимаю я в основном в светлое время, сейчас уже, как вчера я заснимала, уже около 15.09, уже без 20.09, уже как бы темно заснимать на балконе. А так я смотрю, даже не знаю, еще раз буду этим. Не знаю, что-то я люблю смотреть, здесь там много серий этого сериала «Между нами девочками», некоторые серии. Ну, я еще включаю, честно говоря, вот это вот, просматриваю. И знаете, ну что, это как уже учусь актерскому мастерству. Смотрю фильм с точки зрения актерского мастерства актеров. Ну, как играет бизнесмен, понимаете? Как играет Раиса Степановна? Ну, там какие-то соседки, пенсионерки, это все как-то вот это вот, ну, это все, вы понимаете, да? Это неинтересно. Вы посмотрите, как она выражает эмоции. Это актриса, Грэта Степановна. Это сыграть надо? Так, например, ее внучка не выражает эмоции, как она, понимаете? Она очень как-то, может, потому что она актриса, певица, понимаете? Она как-то вот сразу глазами, мимикой, вообще лицом, то есть, в общем, посмотреть, в общем, такая вот, в общем, с точки зрения актерского мастерства, очень интересно. Это же так сыграть надо. Что там она вот выступила, здесь ей это говорят, она вот на это так реагирует, понимаете? Это нужно сыграть, как она играет, как она говорит, как она играет, понимаете? Игра вообще лица ее. Вот что, вот что я еще, как бы, еще буду смотреть сериал, некоторые серии, пересматриваю, удивляюсь. Ну, как-то можно просто, ну, не знаю, я не знаю, то есть, ведь я вот учусь. Учусь, смотрю, что там, что мне интересно по ютубу, там, актерское мастерство. А так я подумала, думаю, на каких-то интересных фильмах, сериях, если что-то понравилось, посмотреть, как вот играют, как играет актриса. Актриса. Я уже загружала вчера в веселье. Вот ту я загрузила или нет. Там такой ремонт у них. Так я, все. А как она там в фильме притворялась больной? И когда такой бизнесмен пришел с подарками к ним домой и стал дарить цветы ее дочке, внучке фотоаппарат, для нее органайзер, когда она вообще его увидела, она даже там переоделась, губы накрасила, совершенно буквально за полсекунды, несколько секунд она совершенно с другим лицом в улыбке, совершенно вот это вот вышло. Тут же ее дочка такая говорит, ой мама, как ты себя чувствуешь, она говорит, великолепно, цветы женщине не придают силы и энергии, как она в общем сказала, она совершенно была другая, подарки, в общем как-то вот это вот, очень интересно. Понимаете, есть разница, понимаете, вот что я хочу сказать. Я просто вот снимаю, рассказываю, делюсь вообще какими-то такими знаниями, конечно читаю книги, автор книги «Тайная психология, денег, скрета, богатство и процветание», но есть разница. Работать, вы чувствуете разницу, работать за даром бесплатно, или работать за деньги, или заниматься творчеством за очень большие деньги, есть разница? Работать, вы чувствуете разница? Продолжение следует... Продолжение следует...